По моему мнению, сегодня Абхазия находится в трудном положении. Как-то нас, не знаю кто разделил, но мы разделены на два мнения. Одно мнение, которое везде гласит о том, что они правы, они имеют точку зрения, а сторона, какую я хочу защитить. На этой стороне никто не освещает, ни по телевидению, нигде. Мы имеем свою точку зрения, мнение другое, которое представляет нынешняя власть. Либо как будто бы они имеют на все право, а мы, лично я мать погибшего, я потеряла единственного сына на войне. Это чисто реально погиб человек в горах за взятие Хабьюка. Нигде не будет он в другом месте, которым некоторые приписывают. Я не хочу никого трогать, ради Бога, но моя боль, это моя. Мы, матеря, собрались и обсудили вот этот проект, как каждый гражданин обсуждал его. Мы обсудили и не поняли, почему мы договор 2008 года отбросили. Что там было лишнее, мы его тоже обсуждали. Не только мы прислушивались юристов. Мы не хочу сейчас называть имена тех юристов, с кем мы разговаривали. Это тоже не секрет. Они тоже говорят свое мнение. Но где они говорят? Это на телевидении не освещается. Наше телевидение на нас не работает. Мы инакомыслящие. Мы не разделяем то мнение, которое сегодня освещается по абхазскому телевидению. Правительство и парламент говорят об одном, что они делают все хорошее, все лучшее для Абхазии. Но как нам кажется, как мы поняли, что мы часть своих прав уже потеряли по подписанию этого договора. Поэтому мы хотели противостоять вот этому договору. У нас был съезд. Мы принимали на этом съезде участие трое матерей, которые похоронили своих детей, которые погибли в защиту нашей Родины. Они были неуслышаны. Вообще вырезано все то, что по телевещанию Абхазии передавалось. Ни одна мать не имеет права сказать свое слово. Где тогда демократия? Какое государство наше правительство строит? Мы были возмущены. По этому поводу мы решили против этого договора сделать акцию. И решили на границе с плакатами. Наши плакаты ничего противороссийского не сказано. Мы с Россией хотим дружить. Это наш первый сосед, который протягивает руку нам. Который нас признал. Неужели они признали для того, чтобы просто присоединить. Я не знаю, не могу я это сказать так, как наши руководители всегда говорят. Сегодня и вчера по телевидению слушаем о том, как Абхазия будет суверенная, независимая. Но когда срезают наши права во многих пунктах, неужели это непонятно, не видно обычному гражданину, обычной матери, если мне кое-что понятно, они говорят что-то другое. Поэтому мы провели такую акцию. В акции мы ничего против своего государства тоже не говорили. Мы были против этого договора. Мы хотим за самостоятельную, настоящую республику, свободную, которую мы имеем до сих пор. Нам кажется, мы его теряем. По поводу этой акции нас оскорбили по абхазскому телевидению. Они как бы нас посчитали, мы неграмотные, мы не понимаем то, что мы делаем. Кто-то нас повел, никто нас никуда не вел. Мы сами кое-кого попросили, пригласили их, они стали с нами рядом. Это вояки, воячки, которые воевали, участие принимали. И другие женщины, которые в политике. Мы не отказываемся, они были с нами, но мы их звали, не они нас позвали. Мы туда приехали, мы сделали акцию. Да, это, конечно, может быть некрасиво ни с нашей стороны, ни с кого. Но если другого выхода нет, нас не слышит наше правительство. Мы обращались к ним с письмом, у нас было собрание в Гаграх, на Бзыбе. Мы сделали хорошее обращение в адрес президента. Не слышат и не говорят, что есть такие мнения. Да, кто-то не согласен, только лишь и все. А когда мы сейчас после такого оскорбления по абхазскому телевидению, мы опять собрались в матерях. Опять мы обиженные обращения сделали. Мы вчера ходили в Апсны пресс, мы сдали, нас приняли там нормально, наш документ приняли, ну письмо, которое мы отправили. Но когда мы поднялись на телевидение, я столько ей, я представилась. Она моего сына знает, она с ними была, в боевых точках была. И я призналась, что так и так все. Я говорю, Ема, пожалуйста, нас оскорбили. Она нам показала репортаж и доказывает, что они не оскорбили. Но со стороны телевидения я ей говорю, почему, говорю, как не оскорбили. Вот такой момент, когда из интернета материал взяла против нас, говорящий текст, а за нас, пожалуйста, возьми и за нас, который кто-то сказал. А она говорит, нет, я так не могу, я не могу столкнуть кого-то. Ну, значит, явно вы нас оскорбили, примите письмо, пожалуйста, наше письмо, пускай пройдет по телевидению. Она не приняла. Неужели мы не имеем таких прав, чтобы кто-то нас услышал? Я не могу по всему, по всей Абхазии мнение свое сказать, на чем, где я буду говорить. В интернет не все обращаются в интернет. Есть старые люди, которые не понимают, там кто-то пенсию получает. Я эту пенсию, за эту пенсию я не продам свою независимость. Я могу отказаться от этой пенсии, если они там только за пенсию вот так плачут. Что с нашим народом творится? Неужели наши дети погибли, чтобы мы потеряли вот эту независимость, которую мы сегодня имеем? Я вас прошу, поймите нас. Мы ничего плохого ни против России, ни против Абхазии не имеем. Мы хотим иметь, не потерять то, что мы имели до этого времени.